Украина без генерального прокурора. Слухи о том, что Юрий Луценко покинул страну, появились сразу после выборов. Пресс-секретарь ведомства заявила, что ее шеф в отпуске. Имя возможного преемника назвал сегодня президент Зеленский. Луценко должен был отчитаться сегодня о расследовании убийства журналиста Шеремета, но на совместный брифинг с президентом не пришел. Вы же понимаете, что нам нужен новый генеральный прокурор. Мне нечего вам сказать. Я сегодня хотел бы его тут встретить, но отпуск так отпуск. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист. По закону снять генпрокурора Украины может только Верховная Рада. То, что ее новый состав это сделает одним из первых решений, сомнений практически нет. 255 мест на столько. Здесь в Верховной Раде рассчитывает партия «Слуга народов». 121 депутат минимум проходит по партийным спискам. И до 127 бюллетени еще обрабатываются, сядут в креслах в качестве депутатов одномандатных округов. Список мажоритарщиков в партии «Зе» мало сказать неожиданный. Так губернатор Головко в родной Полтаве собрал всего 2% и проиграл местному тамодею-юмористу. Андрей Боблях знает Зеленского лично. О политических притязаниях заявлял еще на комедийном шоу 95-го квартала, где один выступал, а другой сидел в жюри. Он реально баллотировался на голову Сильрады. На голову Сильрады. Кандидат вроде депутата, дураще. Бывший вице-мэр Киева, депутат последнего созыва Голуб, уступил свое место пародисту и ведущему Евровидения. У Александра Скичко есть собственный рецепт политических реформ. «Предлагаю всем украинцам просто сесть и думать, что все будет хорошо. И тогда точно все будет хорошо». Вместо миллиардера, владельца завода «Мотор Сич» и депутата четырех созывов Богуслаева, в Раде теперь будет заседать свадебный фотограф. Отсутствие политического опыта Сергей Штепа обещает компенсировать лояльностью своему лидеру. «В Верховную Раду я иду для того, чтобы поддержать инициативу президента Украины Владимира Зеленского и разрабатывать эффективные законы». Все это пока не объясняет, насколько эффективно будут работать депутатами те, кто до этих выборов был абсолютно далек от политики. А последние заявления из самой партии Зеленского, которые идут вразрез с минскими соглашениями, вызывают еще больше вопросов. «Если мы говорим об амнистии для боевиков, но люди, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. И никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом». Украинский ЦИК обработал почти 93% протоколов. Шедшие вровень Тимошенко и Порошенко на финише разошлись также благодаря мажоритарщикам. Батькивщина опередила европейскую солидарность.